Дорогие братья и сестры, я представляю, как вы уже устали. И это понятно, потому что целый день общения, какое бы оно было, не было бы интересно, но все равно человек, он не безграничный. У нас очень добрые воспоминания о ваших братьях. И вы даже не знаете, о ком я буду сейчас вам говорить. Это братья, которые вот здесь слева или справа перед вами сидят. Братья-духовики. Они очень большую работу сделали. Может быть, вы не сильно представляете себе, может быть, даже не знали, но я вам скажу. В основном братский состав, который сегодня рукоположенный или в кандидатах на рукоположение, это бывшие духовики. Как они туда попадали? На скрипичные курсы попадали обычно элита, знаете, звезды такие вот пушистые, такие, знаете, девочки хорошие, послушные. На народнике, ну так, пониже планка, а все остальное сгорнули в духовиков. И вот они там были, и вот эти братья, они бились за каждую душу. Почему я так говорю? Потому что вот в нашей церкви были мальчики, которые были все с неверующих семей. Их ничего не удерживало в церкви. И вот один момент, я смотрю, как один перестает ходить, второй, третий. И я вижу, что мы их начинаем терять. Отец одного мальчика бил за то, что он ходил на собрание. А как удержать? У нас не было никакой власти. Они просто приходили сбоку. Ни папа, ни мама их не приводили. Я тогда их собрал. Говорю, мальчики, я вижу у вас потенциальных музыкантов. Я вижу, что вот это те, которых ждет весь мир. У вас получится мощный оркестр. Я думаю, что мы вас будут под свадьбом тягать, за вас будут ссориться. Давайте попробуем. Ну и в общем, где-то мы нашли трубы, которые еще при Хрущеве делались. В общем, к одному токарю я пришел, говорю, наточи вот разный кусок лома. Взял вот ты, один сюда вот такой. В общем, наточил разных мундштуков таких, значит, у него резец еще был с какой-то зазубриной. Смотрю, такие круги. И вот они играют, у всех мундштуки люди как люди, а у них такие вот рыжие разводы под носом, да. Вот такой вот оркестрик у нас был. Они, конечно, уже очень играли интересно. Один раз в неделю они играли, 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 играли. И они, ну нельзя им показать, что у них не получается. У них действительно не получается. И когда пришло время играть, эти курсы у нас в Октябрьском проходили, то братья отказывались дирижировать. Братья, только не я. Просто позориться. Не хочу, не хочу. Один, другой. Вот. А они не могут понять, что там за торги идут. Мы так готовы, неделю играли, занимались. Сейчас церковь собралась, все. И вот должен, вот он триумф. И пришлось, я никогда не дирижировал оркестры. Я вышел и говорю, ребята, вот он, вот он, звездный час. Давайте. Они взяли эти трубы, знаете. Они такие люди горные, как будто они какие-то автоматы схватили. Взяли так вот. И как началось. Такое началось. Взяли так вот. Каждый играл, где знал. Но наш народ, он такой, знаете, глуховатый немножко. Он такой вот, ну, деревенский, горный. В общем, отыгрались, с грохотом одинаково все сняли. В рядах звучат, слава Богу. И что было самое интересное, они играли одновременно две песни. Это было что-то такое, знаете, страшное, наверное, точнее так. Но зато, братья и сестры, было очень трогательно, когда на берегу выстроилось девять мальчиков принимать крещение. Это было очень трогательно. Это все дети, которые проходили через эти курсы. И вот труд братьев ваших, он был очень большой. Помню, как сдавали их нервы, когда у наших мальчиков летели ключи, сборники. Ну, наши понимали, заслужили. Они тихонечко эти ключи возвращали дирижеру, садились на свои места. Вот так, братья и сестры. Но сейчас немножко по теме. Братья и сестры, я хотел бы, вот я, знаете, вот сижу и думаю, что я хочу от народа, вот что я хочу? Просто вот сказать интересно, там, чтобы об этом говорили. Нет, братья и сестры, я хотел бы, чтобы помочь вот вам, молодежи, сохранить богатство Христовое. И моя проповедь так и называется – нерастерянный богатство. Прочитаю два места из книги «Второзаконие» 30 главы, 19 стих и еще один. «Восвидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». И еще я прочитаю один псалом, прочитаем 15-го псалма, 11 стих. «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей. Полнота, не половина, не часть, не кусочек, полнота всех радостей пред лицом твоим». Братья и сестры, я хотел бы, чтобы каждый из вас мог получить полноту радости от Бога, блаженства, чтобы никто из вас не потерял чего-то, то, что ему дарит Господь. Я буду говорить о трех моментах. Это благословение в почтении к родителям, благословение целомудренной жизни и благословение в служении Богу. Друзья, я был с братом Виктором на одном общении не так давно на Урале и видел, как вышел на покаяние один человек. Он вышел босиком. Не по годам, старый. На нем висел пиджак, который явно был не по его размеру. Я не думаю, что у него не было обуви, но была такая, видать, обувь, которая стыдно было пройти. На лице был отпечаток обворованной, обкраденной жизни, молодости. И вот он пришел, пришел каяться, но пришел босиком. Дорогие друзья, я не хотел бы, чтобы кто-то пришел бы каяться через много лет к Богу обворованным босиком. Вот сегодня у вас есть большие благословения. Я в одной церкви проводил с подростками эту беседу и поставил красивую корзину. И там было четыре упаковки красиво уложенных конфет. На одной упаковке было написано «Почтение к родителям», на другой там еще что-то. И вот как бы прообраз, что вот эти благословения, они твои. Бог для тебя приготовил. А рядом поставил мусорное ведро, в которое накидали тряпки, грязные посуду разовую, какую-то луковицу, там все прочее. А у кого-то вот это осталось от его жизни. И вот я очень прошу, я очень прошу вас, друзья, чтобы вы поняли и приняли такое пожелание, чтобы сохранить те богатства, которые вам сегодня Господь приготовил. Один из таких моментов, друзья, хочу прочитать с книги Ефесянам, 6 глава. Здесь есть такое слово. Хорошая такая мысль есть тут. И это отношение к родителям. Здесь сказано так, так написано. «Дети, повинуйтесь своим родителям, Господи, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, да будешь долголетен на земле». Друзья, сколько сегодня детей грешат. Сколько сегодня обижают родителей. И это опасно тем, что ты проживешь короткую жизнь, и будет она полностью в трудностях. Послушание с почтением. Некоторые дети слушаются, но они слушаются с таким негодованием, с таким неуважением. А Господь говорит, почитай с почтением. Слушайся с почтением. Если после твоего послушания родителям мама вздыхает и говорит, да лучше бы я его не просила, то ты лишаешь себя этого благословения. На одном из детских общений я взял одну такую чашу с конфетами, очень дорогими конфетами. Они стоят где-то по тысячу рублей килограмм. И на общении стоя было около 300 подростков. И говорю, дети, сейчас эту чашу пронесут мимо вас. И кто считает, что он почитает от своей мать, берите по одной конфете. Вы знаете, прошло почти всех, обошел этот брат с этими конфетами. И эта чаша была почти полная. Я говорю, детки, не жалко потерять конфету, да? А жалко вот так точно так же может чаша благословений пройти мимо тебя. Вот, если ваша мама сегодня на вас смотрит с мокрыми глазами, то вы одни из тех, кто потеряет это благословение. Проживете короткую жизнь и полностью трудности, скорбей. Когда Христос смотрел на Иерусалим, то, смотря на него, заплакал. С каким взглядом сегодня смотрят на тебя родители? Что бы они тебе сказали бы сегодня? Какую бы оценку они тебе дали? Ты наказываешь только себя. Поэтому, друзья дорогие, если вы сегодня не можете сказать о себе, что вы почитаете родителей, то чаша благословений, которая послушным детям, почитающим родителям, она пройдет мимо тебя. И потом ты будешь задавать много вопросов, почему, как. Но сегодня, возможно, что-то исправить. Друзья дорогие, я хочу вам прочитать одно письмо, которое написал мне один человек, который, знаете, вовремя не остановился. Он дерзко переступал родителей. Он шел, как хотел. Я его как-то вез даже к себе домой. Пойдем, ты у меня поживешь. Он не захотел. Прошло время. Остановка произошла. Ну, смотрите как. Добрый вечер. Знаете, вы как будто последний рубеж для меня. Мысль написать вам уже пару месяцев преследует меня, а я все надеялся, что могу изменить сам. Я потерял себя в этом всем. И знаете, ведь все знаю. Совершенно все, куда и как хочусь. У меня такое чувство, что мой внутренний человек покинул меня. Меня эта природа подчинила себе. Я как будто безвольный человек. «Извините, молитесь обо мне, пожалуйста. О, в каком я ужасном состоянии. Я очень хочу ему служить». Друзья, это человек, который попирал отца и мать. Он довел родителей до страшных болезней. Я не помню, и да не видел его родителей улыбающимися. Сейчас он понял, отец умирает, мать заплаканная. И вот такие письма. Друзья, я знаю, почему он пишет. У него, он приходит сейчас, вот сюда идет, но идет уже босиком, обворованный, потерянный много. Братья и сестры, родители – это ограда для вас. Родительское слово – это защита ваша. И если вы пренебрегаете, то вы даете право этому миру, этим темным силам, вольничать в вашей жизни. А к чему он придет? Друзья, еще что мне хочется отметить, что порой родители даже не знают, что такое почтение к родителям. На одном из таких общений я попросил, чтобы дети написали, что они понимают под почтением к родителям. Они написали три пункта, всего лишь три. Потом я позвал их родителей и говорю, напишите, что вы понимаете по словам «почитай отца и мать». Родители написали 13 пунктов. То есть дети даже не знают, что такое «почитать отца и мать». Они не знают. Им кажется, что вот пришел домой, вот меня накормили, я сел, поел, там маму по плечу похлопал. Это почтение. Но на самом деле Писание открывает нам больше. Это безупречное послушание. Послушание с глубоким уважением. Это отложить свое. Это родители, это наместники Бога на земле. Не слушая родителей, ты не слушаешься Бога. И слово родительское, заповедь родительская, это ограда для тебя. Друг дорогой, как дорого сегодня платят люди или платят за такое отношение к родителям. Они живут коротко. Ихня жизнь полна скорбей. Я как-то, знаете, однажды я пришел поздравить своего отца с днем рождения. Привел своих детей. И они в одной комнате, он был лежачий, больной, вот с одним дедушкой. Это дедушка был брат моей мамы. Они примерно одинаковые. Я смотрю, какая у них разная жизнь. Мой отец, он 19 лет уверовал. У него христианская семья. Все дети верующие. А этот человек, у него жизнь обворована. У него нету семьи. Он потерял жилье. Его просто хотели даже сдать в дом престарелых, потому что некому за них ухаживать. И мой брат взялся за ним смотреть. И когда мы вот так пели папе своему с детьми, с внуками пели, вот ему пожелание такое, а он потом о нас молился, этот дедушка рядом лежал, он не выдержал и зарыдал. И я понял, почему он рыдает. Он так бы хотел бы иметь то же самое. Но когда мы стали раскручивать клубок, то это все уходит далеко в юности, когда папа, мама его вели на собрание. Он брезгливо это все отодвигал. Когда он самовольно избрал себе невесту, которая кричала, я дочь коммуниста, и уехал неизвестно на какие-то труды. В итоге он возвратился. Нету ни семьи, ничего, даже жилья. И он умирал на чужой постели со слезами на глазах. Сегодня нет у него ни детей, ни внуков, никого. Его похоронили. Никто не ходит на его могилу. Настолько неинтересный человек. Дорогие друзья, это человек, который в юности пренебрег. И он с завистью смотрел. У моих детям говорят, дети, вот смотрите, вот так живите. Посмотрите на них. Друзья, если ты сегодня будешь слушаться родителей, будешь уважать их, будешь просить прощения за свои поступки, покаешься в этом и начнешь жить по-нормальному, то вот эта чаша благословений, которую Бог приготовил для послушных, хороших детей, она будет твоим делом. И если ты пренебрежешь, то ты будешь каяться, какой-то человек, может быть, но уже босиком, раздутый и обворованный. Дорогие друзья, дорогие, я немножко вам скажу. Я сам отец, я этого не знал, я просто не знал, что творится в сердце родителей, когда дети грубят, когда дети неправильно поступают. я говорю, дети, я никогда, ни от кого столько страданий не переносил, как от вас. Вы знаете, как больно ваши раны. Вы просто не представляете, какую боль вы отдаете, и они это не понимают, и я не понимал. И однажды, чтобы детям объяснить, что происходит с родительскими сердцами, когда вы непослушны, я принес на одну беседу кисть виноградную. Я говорю, дети, вот это мамино сердце. Сердце, оно состоит из трех слоев мышц, но медики знают. И клетки, которые составляют сердце, называются кардиоциты. Эти клетки, они, когда умирают, они никогда уже не восстанавливаются. Допустим, клетки на руке, эпителии, они через неделю будут совершенно новые. Они восстанавливаются через неделю. Один слой стирается, через неделю там же другой. А клетки сердца, они никогда не восстанавливаются. Я позвал двух мальчиков и говорю, было такое, что мама с родительского собрания пришла заплаканная. Да, было. Я говорю, отрывай несколько ягодок, отрывай. И вот он от маминого сердца, отрывай, ему так это больно было. У него рука не поднималась. Я говорю, отрывай, отрывай, давай, тяни. Так оторвал, глаза опустил. Намокли глаза. Я говорю, а было такое, что ты маму обманывал. И мама плакала, было, отрывай. И вы знаете, такая кисточка остается. Я говорю, ты жалеешь об этом? Да. Скажи, а попробуй назад приклеить. И вы знаете, они просто, ну, вышли из ума, они начали текить, ягодки назад. Они падали. Я говорю, так, мамино сердце вы и папина уже никогда не вылечите. Вот ту боль, которую вы причинили, я много раз бывал при скрытии по своей профессии. Я видел это сердце, нормальное сердце, оно багровое бывает, однотонное. А сердце, которое пережило много страданий, инфарктов, оно бывает раз, надрезаешь, поперечный раздель, ну, это в анатомии уже, оно бывает такое бледно-розовое. И можно даже посчитать, сколько у него было инфарктов, и какая вообще была жизнь у него. Друзья, это сердце должно перекрочать в день 10 тонн крови. Это сердце должно спечь, постирать, накормить, помолиться. И часто в посте. Я говорю, посмотрите, что вы творите. И вот этой кисточкой ободранной, вот так перед их глазами держу, посмотрите, что вы творите с родительскими сердцами. Друзья, вот это сегодня вы. Вот когда вы не слушаетесь, когда вы, а я хочу, а я буду. Доченька, не носи такую юбку. Пожалуйста. Ну и что? А где написано? А кто сказал? Друзья, вы уничтожаете своих родителей. И чаша благосовения приготовлена для вас. Она проходит мимо вас. Дорогие друзья, что можно еще изменить? Можно в этом покаяться. Попросите у Бога прощения. Нужно. Нужно прийти к своим родителям, в ноги ему пасть и искренне попросить прощения. Может быть, Бог простит. У Пушкова есть такое четверостище. О, дети, любите и чтите вы, мать, ее повеление внимайте, чтобы вам у могильной плиты не рыдать. При жизни ее почитайте. Братья и сестры, вот это благословение, оно было для каждого приготовлено. Берегите его, не попирайте. Родителей, вторых, не будет. И если вы сегодня причиняете раны им, подумайте, что мамино и папино сердце никогда больше не вылечится. Однажды ко мне подошел один мальчик, который не имеет отца, подошел, вот так обнял меня за ногу и говорит, дяденька, ну, по имени, можно я хотя бы иногда буду называть вас папой? Я не мог это без слез слышать. Братья и сестры, вот, что вы сегодня сказали за меня мои родители? И мы сегодня красиво поем, стихи рассказываем. Хорошо это все, но давайте посмотрим на тыльную сторону нашей жизни. Есть ли у нас порядок? Друзья, я думаю, что многим надо пересмотреть, что потом, как этот дедушка, не рыдать, что он мог бы точно так же жить, но этого потерял. Почему? В юности он попрал советы отца и матери. Братья и сестры, еще одно слово прочитаю. Книга-притчи, 31 глава. Очень известное место. Речь идет о целомудрии. Есть такое слово. «Я никогда не видел сильных людей с порочной юностью». Как важно сегодня сохранить целомудрие. Вениамин Александрович говорил, братья, целомудрие это стержень личности. Если рухнет целомудрие, рухнет все. Друзья, вот я потом одну записку прочту и даже думаю, что на нее не надо будет отвечать. 31 глава, стих 10. «Кто найдет добродетельную жену, цена ей выше жемчуга. Уверенно в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка». Братья и сестры, добродетельную жену во всех отношениях нецеломудренный человек никогда не найдет. Потому что добродетельная жена это жена, которая сохранила целомудрие. Это добродетельная жена. Это во всех отношениях добродетельная. И друзья, если сегодня ты легко общаешься со всеми подряд, то этот текст не для тебя. Не для тебя. А кто найдет, тот же высший жемчуга нашел. Друзья, вот такая записка, я потом прочту, когда вот легко общаются с теми, с этим. Друзья, понимаем ли мы, что мы просто растаптываем свою честь? Мы делаем пред Богом грех. Однажды на одном общении я позвал мальчиков, и я не могу объяснить, что значит растраченная юность, растраченная целомудрия. Я говорю, есть вещи, которые вы даже иссякаетесь, вы их не восполните, никогда уже не восполните. Я взял несколько спичек целых, и одну сгоревшую, или аж две, и вот, чтобы они не видели, с какой стороны, ну, я сгоревшая, да, обратной стороной так поставил, вытягивайте. И они начали вытягивать, 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 и двоим достали сгоревшие спички. И потом им говорю, поджигайте там, доосталом светильники там, или я не помню, что это было. И все поджигают, у всех так красиво горят, они метаются, а я как? Я у меня сгоревшая. Я говорю, знаешь, знаете, дети, обидно, да, как у всех красиво горит все, а у тебя и у тебя нет. Я говорю, так у кого-то жизнь будет красиво гореть после брака, потому что он не сжег все это раньше, у тебя будет мрак в твоей семье. Если ты сегодня с той общаешься, с той общаешься, то и пообещал, это и пообещал, там вот, и так далее, у тебя будет мрак в твоей семье. И поэтому береги это, храните. Друзья, однажды, однажды, братья и сестры, Венемей Александрович рассказывал такую фразу мне, она мне очень была очень удивительна, после беседы с молодоженами, которые завтра должны вступать в брак, они споведовали со статияния, как они жили до брака. И он мне говорит, вот она говорит, что ее никогда никто за руку даже не держал. Она никогда ни с кем не знакомилась и ни одной записки никому не написала. И говорит, на редкость, слово на редкость меня стало непонятно. Я говорю, неужели это от церкви ведет речь? Говорит, на редкость, чистый сосуд. Прошло время, их рукоположили. Братья и сестры, дело в том, что кто переступает целомудрие, тот переступит многое. И Писание конкретно говорит, чтобы юношеских похотей убегать, если сегодня человек тебе пришел знакомиться, знай, он пришел украсть твое благословение. Мне очень понравилась одна сестра вместо своего телефона, номера, дала телефон отца. Как красиво! И как сегодня эта честь растоптана. Сегодня смешно людям, вот есть, я слушаю ребят, да, молодых, им смешно, если ты ни с кем не общаешься, это значит какой-то дегенерат и отставший. Это значит что-то не то, растоптано это все. И как красиво, когда христиане, братья и сестры берегут себя. И это благословение для вас, друзья дорогие. я хочу отметить, что, да, Иосиф говорит, как я сделаю это великое зло? Сегодня зло перестали называть злом. Сегодня это знакомство, это общение, это нормально, на самом деле это зло. Вот когда вот так сближаются барьеры, друзья, я немножко прошломедик, и мне приходится иногда вот вникать, да, вот слушать. Вот сколько депрессии, безответная любовь. главврач психиатрической больницы, наш сосед, он говорит, самое большее поступление сегодня среди молодых это безответная любовь. Она расположилась, начала разговаривать, душу свою открыла, надеялась, а он потом пошел свернулся к другой. Потом депрессия, и говорят, наши больницы полны такими людьми. И я только в своем окружении, друзья, знаю ни одну сестру, которая потеряла рассудок, и похоже, безвозвратно. Вот так заигрывали с этими грехами. Друзья, беречься надо. Если у кого-то сегодня вот этот барок низкий, кто сегодня не видит в этом беды, я вас прошу, ради Бога, исповедуйте состояние это, покайтесь в этом, помолитесь, отрекитесь, сотрите эти звонки, откажитесь от этих дружб и берегите себя. Друзья, я последнее в этой мысли хочу сказать, что с этим грехом надо разговаривать с самым радикальным способом. Я сидел на лекции, и мне приходит записка без автора, без ничего. Я понял, от кого. Я такая натрогательная, она так красиво написана. Я изнемогаю, я уже столько, я и так далее. И вы знаете, видно, что действительно человек страдает. И она так просит дружбы, общения. И я понимаю, знаете, мне понятно стало, как ей непросто. Я был руководителем молодежи, я уже слышал такие переживания. Я думаю, как я взял эту записку и так аккуратненько положил в карман, а потом нет, я не то делаю. Шла у нас лекция, как сейчас помню. Я поднял эту записку вот так над головой. Я знал, что эта девочка следит за мной. И вот это на мелкие кусочки вот так его порвало. У меня самого сердце крови обливалось, я знал, как-то непросто. но по-другому было нельзя. Друзья, через короткое время эта девочка, она умирает от спида с глубокой беременностью. Я думаю, что если бы повелся на эту записку, то где-то и мой гроб бы рядом тоже бы лежал, друзья. Вот так обманчив этот мир. Просто записка, давай будем общаться. Друзья, дорогие, с этим грехом надо говорить самым радикальным и конкретным образом, как Иосиф. Нельзя тут договариваться, нельзя пренебрегать, нельзя игнорировать, нельзя легко на это смотреть. Одна девочка в церкви говорит, она участвовала в собрании, вела детскую группу, пела в хоре, прекрасно рассказывала стихи на каждом собрании, но она как-то проронила такую фразу. Если бы, мне предложил бы молодой человек, неверующий, нормальный, я, например, думал, что вышла за него замуж. Еще никуда она не собиралась, никто еще ничего не предлагал. Прошло время, так и случилось. Прошло 20 лет, я был несколько назад, месяц, может, назад был в Грузии и решил ее посетить. Я пришел к ней домой, она увидела меня издалека, побежала, упала на грудь и рыдала. и говорила одно, как вы были правы. Как вы были, и она рыда, мне уже неудобно было, она так плакала и так долго плакала и говорила, как вы были правы. Я подошел ближе, нету ни мужа, дети какие-то, на столе пачка сигарет, зажигалка, кофе, одиночество, какие-то люди. И вот вся история. Дорогие друзья, вот просто смотрела, если бы мне предложил, я бы согласилась. Мне понравилась исповедь одной сестры, она говорит, раньше при мне рассказывали анекдоты мерзкие, мне было тошно, я уходила, мне физически было плохо от этого всего. А сегодня я вижу, что я могу спокойно просидеть в присутствии. Да, я еще ничего не сделал, но я чувствую, что у меня порог к этому греху снижается. Я хочу исповедовать, чтобы дух здравый обновил Господь на меня. Я хочу бить тревогу. Друзья, она исповедовала, каялась, сокрушалась. Сегодня она прекрасная сестра, жена, муж, одного брата, ожидает ребенка. Такая хорошая семья получилась. Друзья, люди, которые хранили целомудрие. Что делать, если утрачено? Что делать, Да, это не надо говорить вот здесь при всех. Здесь много служителей, подойдите, исповедуйте, и отрекитесь. Отстаньте от этих людей. Они хотят оборвать вашу жизнь. Дорогие друзья, я на этом хочу об этом закончить. Я хочу сказать еще одну мысль. Благословение в служении Богу. Матфея 6 глава 23 стих. Есть хорошее слово здесь, очень известный текст, написано так. Ищите же прежде Царствия Божия и правду его, и это все приложится к вам. Дорогие друзья, я просто прочитаю записку одну, я обещал, и я думаю, всем будет понятно, нужно ли встречаться и общаться для знакомства с сестрой перед предложениями, или как узнать друг друга перед предложением. Братья и сестры, скажите, вот в этих обстоятельствах много можно узнать? Я скажу, вот здесь начинается настоящий театр. Ничего вы не узнаете, а только будете разогревать свои юношеские похоти. Самое лучшее решать вопрос брака с чистого белого листа. Господи, мне пришел возраст жениться, положи мне на сердце, открой мне, Господь, и я вам скажу, что не надо. У меня вопрос решился в течение одного месяца. И я понял, это Господь. Я скажу, друзья, один случай, друзья, вот мне пришлось отчитывать. И один брат, он заигрывал, я говорю, ты зря это делаешь. А потом пришло время жениться, и я должен был их сочитывать. Завтра брак. А я знаю его черную историю, и знаю ту сестричку, которую она берет. Она очень благочестивая сестра. Она просто никогда, нигде, ничем не была запачкана. И вот беседую, я приготовился, уже сцена стоит, уже внизу там запахи там варят, парят, завтра брак. Так вот все просто начинается, да, друзья. И вот я беседую. Я знаю, сейчас он как начнет рассказывать, а ему придется рассказывать, что будет. Ее свидетельство было короткое. Я сохранил себя, я никогда ни с кем не общался. Она эти слова говорила, красивые слова, она уже краснела. Настолько благочестивая, только богобоязненная, настолько целомудренная. и тут начал он рассказывать, а ему никуда не деться, ему надо рассказывать. Я смотрю, ее голова все ниже и ниже, ниже, ниже. И он рассказывает, он говорит, сколько бы я дал, чтобы все это забыть. И потом, когда вопрос, ты согласна, зная теперь все это, знаете, была такая пауза, которая была, такая вот, показалась мне очень долго. Она сказала, я, она не сказала, я согласна, она сказала, я прощаю. Друзья, грехи юности, это грехи против будущей жены вашей. Знайте об этом. Поэтому берегите себя, друзья, потому что растеряйте благословение. У нас было избрание служителей, сидело около 20 братьев, и все так торжественно сидят, так хорошо, так, просто такой, и я вижу, что некоторые предвкушают, что может быть речь пойдет о них. И вот они, брат, который рукополагает, который, он начал читать, каким должен быть служитель. Я видел, как одна за одной опускались головы братьев, и зачастую за ошибки в юности. Кто-то с кем-то там пообщался, что отлучили, у кого-то вторая жена, у кого-то там еще что-то, и как было грустно, когда эти братья поняли навсегда, что служителем быть никогда уже не сможет. Из-за какой-то там мгновенного слабости, как какого-то, да, он потерял это служение. Дорогие друзья, берегите себя, исповедуйте состояние, если кто-то увяз в этом, кто-то задружил, как бы он вам не был сладок, откажитесь. Есть такое выражение, мир заботится о людях своих, как пастух об овечке. Есть такое выражение, у грузин пословица, овечка боялась, что съест ее волк, а съел ее пастух. Друзья, вот так вот коварен этот мир. И те, перед которыми вы сегодня трепещите и заискиваете, это первые ваши враги, которые в этих заповедях путаются и перенеступают, это ваши враги. Берегите себя, храните, исповедуйте. И последнюю мысль, друзья, я скажу, я читал уже, ищите прежде царствие Божие и правды его. Друзья, почему сегодня благословенно быть в служении? Во-первых, вы больше будете видеть Бога. Моисей 80 лет жил, 40 лет жил он во фараона и 40 лет он жил у своего тестя. Но Бога он видел в служении. Друзья, я удивляюсь иногда, как велик Господь. Я расскажу один пример, друзья, который нас утвердил. Это старый пример, я его рассказывал. Мы проповедовали среди ингушей. Это люди, которые мусульмане до корней волос. Они очень агрессивные, они никого не подпускают. Самая мононациональная республика, они изгоняют людей, они отрекаются, если смешаны браки с другими народами. В общем, это такая вот дремучесть полная. И вот мы пытаемся, тем более, это враги такие кровные, они нас не любят, потому что война была. Но пытались протоптать дорогу, как-то пытались. И вот мы попали в одну обстановку, где собрались несколько людей и тихонечко Боги им пытались говорить. И вот одна женщина говорит, вы так рассказываете о своем Боге. Вот если Бог ваш такой великий, сильный, помолитесь, чтобы у этой женщины дети были. Они же 8 лет уже, семья, нету детей. Мы так раз, и как бы, знаете так, и мы уверуем вас, уверуем. Мы так переглянулись, а как помолиться? Это мусульмане, Бога не признают. А если Бог не даст, то да вообще нам дорога. Это шарлатаны, обманщики. Они, скольких врачей обошли, скольких мулов обошли, ничего не получается, нету детей, и все. И тогда по их просьбе, мы тогда боялись имя Христа назвать, мы говорили их словами, не Иисуса Иса, не Господь, а Всевышний. А тут они просят, помолитесь. И мы склонились на колени, прямо там, перед ними, на этой земле черной, и воззвали Бога, Господи, для славы Твоей, дай в эту семью детей. Встали и дальше продолжили. Прошло время, через год в этой семье рождается двойня. Эти люди, они не столько радовались, сколько пришли в ужас. Это кто? Старейшины с почтением относились к нам, с глубоким. Они позвали нас к себе. Говорят, это их не Бог дал нам детей. И они не в мечеть их принесли, они этих детей, понимая, что это наш Бог дал, они принесли к нашу церковь на благословение. Я помню, как в нашей церкви, среди нашего народа, я молился над этими детьми ингушскими. Друзья, это Господь. И Бога мы видим в служении больше, чем везде. И когда мы себя, я не поеду, я не буду, я не хочу, да пусть тот, друзья, мы Бога не будем видеть. Мы не будем видеть Бога сами в личной жизни. Но когда мы в служении, Господь открывается. Друзья дорогие, хочу еще отметить такую мысль, что мы становимся участниками в больших благословениях. Мы вот, друзья, я вспоминаю, не так давно, недели две назад было открытие до молитв в Нагорном Карабахе, в Мартокерте. Друзья, не зная историю, не поймете всего величия Божия, что там произошло. Вы знаете, как судили наши братья, что там вытворялись с ними. А сейчас, при въезде в город, первое здание величественно так стоит красиво, а может быть даже дерзко где-то, да, и с огромной надписью на всю стену написанный «Отче наш» стоит наш дом молитвы. Это тот город, где избивали братьев, где не было у нас даже ни одной скамейки, где бы собрание проводить. Сегодня там церковь. И она умножается. В этом доме во время войны скрывались люди, прятались. Они, там, это единственный дом на Кавказе и за Кавкази вообще. Дом с бомбоубежищем, где действительно есть востребованность. Говорят, снаряды города падали вокруг, но ближе 50 метров ни один не упал. Вокруг горели дома, кварталы, воронки в глубиной 14-15 метров, такие от взрывов. Но до молитвы ближе 50 метров ни один не попал. Ни одно стеклышко не треснуло. Вокруг все горело. Друзья, и вот там стали приходить туда мужчины. Они приходили с автоматами, с пулеметами своими. Вот так они их у стены складывали и молились Богу. Один из таких воскресных дней, там вот это, когда война была, там все сбились же. Какой день, какой месяц все. Один человек сидит с гайком, нашим братом, и говорит, слушай, какой день сегодня? Воскресенье, по-моему. Гагик, сегодня же должно быть собрание. Слушай, прочитай нам из Библии. Отложились свои автоматы, пулеметы и просят, прочитай нам из Библии. И одно слово прочитал брат, Гагик, а другое, один из них. Просто прочитал и молились. Некоторые военные приходили с постов, скажут, говорит, брат, Гагик, давай помолимся. Они молились об ограде защиты и снова уходили ночью на посты. Друзья, ну какова цена этого всего? Я скажу один момент, друзья, просто один момент. Мы проезжали город Герусы. Кто знает историю, вот братья, сестры, с кем я ехал, они не знали этого всего так. Мы остановились у дороги, одного ресторанчика, а там и заказали вкусную еду такую, восточную, кавказскую, сели так свободненько, вот там аппаратура была, подключили магнитофон, телефоны свои и таки христианская музыка поется и одну из песен я попросил, включили по тундре по суровой Сибири за правду Божию наших братьев ведут. Но перед тем, как ее пели, я им рассказал, друзья, знаете ли вы, что вот по этой дороге больше столетия назад провели наших братьев таких, как Капустинский, Проханов, Каргель, Рябошапка, около ста семей прошло. А как они шли? Их одевали в кандалы, а кандалы были они весом от 15 до 10 килограмм. И вот так вдоль выберывали им пол головы, чтобы их видно было издалека этих братьев. К ним было особое отношение. Их жестоко избивали, их гнали с особой жестокостью. К ним был приставлен жандарм, который в любой момент мог застрелить, ему бы ничего не было бы. И они из Тифлиса шли пешком, из Владикавказа в Тифлис, а потом дальше, а потом дальше, около 800 километров, а потом даже в последний путь от Еревана до Гирусов, где-то 350 километров, они шли в Кандалах и на руках, и на ногах. И вот говорю, вот здесь под окнами этого ресторанчика, где мы сейчас с вами сидим и поем, прошли наши братья. А потом мы поехали, видели пещеры, где они жили, там не кровати, там вот скала вот такая песчаная, выбранные такие как бы пещеры, и вот как бы стол такой вот выскобленный, потом кровать, и вот здесь жили наши братья. И один из таких братьев, это был Капустинский, много за него можно, я просто один нюанс расскажу, он жил на краю, и у него собирались верующие, чтобы слушать слово, об этом узнали, власти донесли, он был парализован, у него погибло четверо дочерей, и он остался с пятилетним сыном. И власти узнали об этом и сослали его еще дальше. Вот здесь сейчас брат Гайк живет, где-то 200 километров весь напротив него, селение Тер-Тер, там азербайджанцы сейчас живут, и вот туда состали. И знаете, как его гнали парализованного? Левую руку за одно седло завязали, правую руку за другое седло всадников, и вот так его то волоком, то тащили за то, что у него проходили собрания. Потом просто пожалели его и закинули так вот, его повезли так и отдали. Друзья, Апраханов, он наш Владикавказский, его дом это один из самых красивых домов нашей республики. Один из самых крупных заводов республиканского значения хлебзаводов был его. Самый лучший ресторан сегодня, это бывшая его мельница. Он ходил в состав городской думы, он пресвитер богданов и еще один человек, который перевел Новый Завет на остинский язык. И вот они были в городской думе, главный, богданов пресвитер был, главный архитектор города и так далее. И вот это все свернуться, оставить все это, я был в этом доме, колонный зал, сегодня это банк, один из самых крутых банков, и жить в этой пещере просто потому, что ты веруешь в Христа. Друзья, сегодня, вот там по этим местам, где прошли наши верующие, начиная с Азербажана, рождаются церкви, рождаются церкви. Братья, и там быть участником. Дорогие друзья, это благословение. И можно вот так все это потерять. Дорогие друзья, я бы хотел сейчас, чтобы мы помолились Богу. Сохранены ли эти богатства у тебя в жизни? Может быть, твоя жизнь, как вот это мусорное ведро, в котором уже ничего нету? Вот эти остатки, хвалишься какой-то техникой, какими-то успехами, лежит там грязная посуда, бэушная, одноразовая, как вот, знаете, в этом мусорном ведре, или наоборот, сохранено у тебя и богатство, отношение к родителям, целомудрие, отношение к служению. Ты ищешь прежде всего царство, тогда ты богатый человек. Друзья дорогие, я предлагаю сейчас помолиться, помолиться так на коленях Богу. И, знаете, есть сейчас у нас шанс поправить, изменить. Да, не все мы можем сказать слух. Есть служители, можно побеседовать. Но я так бы хотел бы, чтобы восстановлены были эти жертвенники, восстановлено было это сокровище. Господь наделит тебя, наградит, только не утеряй. И мы сейчас помолимся, друзья, давайте, знаете как, вот дьявол сейчас сильно волнуется, ему не хочется, чтобы его стан покидали люди. Ему хочется, чтобы вот в этом ярме жили дальше. Но будьте трезвы, умны, и давайте обращаться к Богу, и хранить себя, и восстановить то, что сегодня растеряно. Аминь. Помолимся. Продолжение следует...